Добро пожаловать в класс. Это становится все интереснее, не так ли? Вот что я тебе скажу, когда ты обращаешь дьявол в бедство, у тебя неплохо получается. И мы рады, что он в бегах. Давай оставим его в таком состоянии. Это год великой победы. Это год великого помазания. Это год великого благословения. Вступай в этот год с силой, напором, авторитетом и да благословит тебя Бог, когда ты будешь это делать. Любой из вас, кто возможно присоединится к нам только ради этого урока, знает, что мы участвуем в очень сложной группе исследований под названием Демоны и освобождения, княжества и силы. И вот мы подошли к 12 уроку. Теперь ты видишь, что у нас было довольно много уроков, и мы, конечно, хотели бы, чтобы ты прослушал остальные 11. Ты можешь прослушать их на аудиокассете, ты можешь прослушать их на видеокассете, ты можешь прослушать их целиком и по группам, или же ты можешь прослушать их сам. Я могу включить их в учебную программу, подобную той, которую я преподаю здесь. Я бы хотел, чтобы у тебя был с собой учебный план, потому что сегодня мы начинаем с 38 страницы твоего учебного плана. Чему мы хотим научить тебя на этом уроке под названием Демонические Духи, действующие в Ветхом Завете, было бы лучше сказать, что Демонические Духи, действующие в древние времена, происходят из Эдемского Сада. Человек с незапамятных времен боролся со злом. Еще в Эдемском Саду у него был противник, который стремился ослабить его, уничтожить и низвергнуть. Таким образом, в Эдемском Саду дьявол подстрекал к отступничеству, бунту, отходу от Бога и служению ему. Чего он хотел от Евы, так это, чтобы она служила ему. А чего он хотел от Господа Иисуса, когда искушал Господа, он сказал, поклонись мне. Главное, чего он хотел, это не хлеба и не демонстрации своей силы. Чего он действительно хотел, так это почтение, но Господь Иисус совсем не хотел его служить. Он сеял смятение и хаос из поколения в поколение, начиная с Эдемского Сада и продолжая по сей день. Теперь перейдем к Библии, от книги Бытия до книги Малахии, которая является Ветхим Заветом, начиная со времен книги Бытия, первой книги Библии, пока не появилась книга под названием Малахия, которая является последней книгой Ветхого Завета. Во всех этих книгах, в каждой из них, Бог предупреждал Свой народ о том, что Он должен быть свободен от демонических сил, что Он не должен быть пойман в ловушку дьявольской силы, но Он должен быть свободен. И Он использовал Своих пророков, и Он использовал Своих могущественных людей, таких как Моисей, и таких людей, как Эдем, чтобы говорить людям, что они не должны предаваться поклонению демонам. И эти пророки Ветхого Завета записывали это, чтобы люди не забывали об этом, и передавали из поколения в поколение, потому что в одном поколении они могли служить живому, а в следующем – идолам и сущностям сатанинского культа. В 18 главе Второзакония и в 10 стихе говорится «Не найдется среди вас никого, кто провел бы этого сына или его дочь через огонь». Это была языческая практика поклонения. Или тот, кто использует гадания, как это делают в колдовстве, или тот, кто следит за временем, как это делают в астрологии, или тот, кто является чародеем или ведьмой. Теперь у нас есть твердое обещание от Бога, в котором Он излагает свои взгляды на этот вопрос, что ты не можешь быть заражен силами ада, силами дьявола, что они разрушат тебя духовно, они разрушат тебя интеллектуально, они разрушат тебя эмоционально, они разрушат твою силу воли, и они могут даже испортить ваше тело и уничтожить вас физически. Итак, вот предостережение против колдовства, предназначенное не только для нас с тобой прямо сейчас, но и было дано великим пророком Моисеем в те давние времена. И что еще хуже, в книге Левит, в главе 26 стихе Библии говорится, и душа, обращающаяся после таких, у которых есть знакомые духи. А теперь просто послушай американцев, пожалуйста. Например, двадцатое место после знакомых духов, это после любой формы колдовства, а после волшебников, это когда они занимаются проституцией. Я даже обращу свое лицо против этой души и изгоню ее из своего народа. Гнев Божий обрушится на этого человека, и он будет отрезан от своего народа. Это именно то, что Бог сказал по этому поводу. И то, что ты думаешь по этому поводу, на самом деле не имеет значения. Бог уже сказал это, и все будет так, как он сказал. Так вот, народ Израиля часто оставлял Бога, ты знаешь, живого Иегову, того, кто искупил их, того, кто был Богом Авраама, Исаака и Якова. Они могли говорить с ним, они могли общаться с ним, Богом Моисея, и это Я бы дал им 10 заповедей, чтобы показать, как нужно жить каждый день, чтобы народ Израиля оставил Бога и стал поклоняться дьяволам. Ты найдешь это во второзаконии, глава 32, стих 17. Там говорится, что они приносили жертвы дьяволам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым богам, которые появились недавно, когда ваши отцы, которых ваши отцы не боялись. Они не были богами, которых знали их отцы. Они были чем-то таким, чему они научились у язычников. И они поклонялись дьяволам. Они вообще не поклонялись Богу. Что очень печально, так это то, что часто лидер нации, король, знаете ли, ведет народ по ложному пути. В двух хрониках, 11 и 5, говорится, что он посвятил его в священники для высоких мест и для дьяволов. Представь себе царя Израиля, назначающего место для дьяволов и для телят, которых он создал. И вот здесь мы видим высшее руководство. Мы должны молиться за тех, кто имеет над нами власть. Мы понимаем, что один из наших губернаторов на западном побережье утверждал, что он занимался медитациями с гуру, и что его религией является экстрасенсорика и так далее. Представьте, если бы вы стали президентом и заняли все ваши губернаторские посты. Что бы произошло в сегодняшнем мире, если бы мы отдали себя в руки дьявола? Ты можешь почитать историю и узнать, что безграничный гнев Божий обрушился бы на мир, которым мы живем сегодня. В одной из 21 параллель Паминон говорится, что Сатана восстал против Израиля и спровоцировал Давида на то, чтобы он пересчитал Израиль. Сатана восстал против Израиля. Теперь Библия говорит, что это значит. Дьявол возненавидел Израиль, потому что Израиль служил живому Богу, и потому что Израиль принадлежал Богу, и этот Израиль, Израиль говорит, что мы будем служить Богу. И здесь говорится, что дьявол восстал против него. Как же он восстал против него, заставляя его делать то, чего Бог запретил делать? Не полагайся на руку плоти. Если у тебя есть много людей, которые говорят, моя собственная сила спасает меня. Нет, нет, когда Бог спасает тебя, ты спасен могучей рукой Божьей. В первой главе книги Иова мы находим очень интересную историю о демонических духах, действующих в Ветхом Завете. Так вот, был день, когда сыны Божьи пришли, чтобы предстать перед Иеговой с Сатаной. Очевидно, что он принц, обладающий властью в воздухе, и у него есть вход где-то рядом с тронным залом, может быть не внутри, но он может слышать оттуда. И Господь сказал Сатане, откуда ты пришел? Он сказал, я пришел из того, что хожу по земле взад и вперед, хожу по ней взад и вперед. Господь сказал, задумывался ли ты о моем слуге Иове, который был человеком, жившим на Востоке, и что на земле нет никого подобного ему? Разве это не прекрасно, что Господь знал, что Иов был лучшим человеком на свете? Что Бог думает о тебе сегодня? Как ты думаешь, что Бог думает о тебе? Он совершенный человек, он честный человек, который боится Бога и ненавидит зло. Разве это не нечто особенное? И Сатана ответил и сказал, неужели Иов напрасно боится Бога? Разве дьявол не злой дьявол? Даже когда ты ведешь себя хорошо, он злится из-за этого, понимаешь? Неужели он зря боится Бога? Разве ты не возвел изгородь вокруг него, вокруг его дома и главное вокруг всего, что у него есть со всех сторон? И ты благословил его, и дело его рук и его имущество умножились на земле? Но тебе следовало бы нарисовать там маленький кружок. Но протяни руку и прикоснись ко всему, что у него есть. И он проклянет тебя прямо в лицо. Разве это не нечто особенное? Не так ли? Дьявол говорит то же самое о нас с тобой. Забери у него его работу, и он перестанет тебе служить. Он злой дьявол. Он плохой дьявол, и тебе лучше в это поверить. Он говорит, вот Бог говорит, что это в твоей власти. Только не простирая руку на себя, на него. И так Сатана удалился от присутствия Божьего. Итак, здесь ты видишь, что книга Иова считается самой древней книгой в Библии. Это самая старая книга в Библии. И здесь мы видим, что дьявол напал на хорошего человека. Он начал причинять вред хорошему человеку в первой записанной книге Библии. Нам сказали, что книга Иова старше, чем любая другая книга в Библии. И в самом начале дьявол пытался причинить вред людям. Так что это заставляет нас с тобой узнать и понять, что существуют демонические духи, которые действуют со времен Адама и Евы, когда сам дьявол пришел и искушал Еву. Из-за чего мы потеряли прекрасный райский сад, что он не остановился, что он продолжал причинять боль людям везде, куда только мог попасть. А во второй главе той же книги Иова, если вы откроете Библию, то увидите, что дьявол не остановился. Вы знаете только потому, что однажды он выступил против Иова. Здесь еще раз говорится, что был день, когда Сыны Божьи пришли предстать перед Иевой. Сатана пришел к ним, чтобы предстать перед ними. Разве это не нечто особенное? Перед лицом Господа. Разве это не удивительно? И Господь сказал, Сатана, откуда ты пришел? Он сказал, из-за того, что ты ходишь взад и вперед по земле, и ходишь взад и вперед по земле. Он постоянно находится в движении. Господь сказал ему, «Подумал ли ты о моем слуге Иове? На земле нет никого подобного ему. Это совершенный человек, честный, боящийся Бога, ненавидящий зло и твердо придерживающийся своей непорочности. Хотя ты и настраиваешь меня против него, видишь ли, я хочу уничтожить его без причины, без повода». Сатана ответил и сказал, кожа за кожу. Да, все, что человек готов отдать за свою жизнь. Он сказал, «Но протяни руку, коснись его кости и плоти, и он проклянет тебя прямо в лицо». И Бог сказал сатане, «Вот он в твоих руках, но спаси ему жизнь». И так, когда сатана вышел из присутствия Господа, он заговорил, у Иова были воспаленные нарывы. Это было что-то среднее между проказой и раком, ужасная ситуация от подошв ног до макушки головы. И вот здесь мы находим несколько истин о том, что когда тебе причиняют физическую боль, это делает дьявол, а не Бог. Бог не сидит сложа руки и не думает о том, какую болезнь я могу ему сейчас передать. Что это за болезнь? Нет, это дьявол придумывает, какую болезнь он может тебе передать. И часто твоя болезнь от дьявола настолько ограничена, что когда его упрекают, ты понимаешь, что я верен Богу, что я не упаду и не брошу тебя. Скажи, что я не люблю Бога и не буду служить Ему наилучшим образом из-за тебя. Ты должен быть по-настоящему осторожен. Таким образом, дьявол противостоял Богу в том, что касалось Его. Затем мы немного углубимся в Завет, но ты должен знать этого человека Иова, который пережил то, что сказала его собственная жена, прокляни Бога и умри. И он бы этого не сделал. Он бы этого не сделал. А потом пришли его лучшие друзья и сказали, должно быть, в твоей жизни был грех. Ты бы не попал в такую беду, если бы не был грешником. Иногда твои лучшие друзья становятся твоими злейшими врагами. И вот они пришли и обвинили его в том, что он грязный грешник и скрывает это. Он говорит, выходи сейчас же и скажи правду. Он говорит, что правду говорить ни о чем. В конце концов, Богу надоела вся эта неразбериха, и он исцелил Иова и вернул ему в семь раз больше, чем у него было когда-либо прежде, и он стал самым богатым человеком всей округи и заставил их всех принести подарки и положить их к его ногам. И я хочу, чтобы ты знал, справедливость всегда восторжествует. Добро всегда восторжествует, что Бог это не проигравший, Бог победитель. Все, что я хочу показать тебе на этом уроке, это то, что желание сатаны причинить вред людям не является чем-то новым. Нет ничего нового в том, что человек одержим злом. В этом нет ничего нового. Это то, что ты должен осознать. Это то, что было с самого начала, с Эдемского сада, и наша задача противостоять ему. В этот день мы подошли к самому острому моменту. Прямо сейчас это ощущается сильнее, чем в любое другое время. Но в Иисусе мы одерживаем победу над любой ситуацией. В третьей и первой главах книги пророка Захарии мы видим очень примечательную ситуацию. Говорится в ней, и он показал мне Иисуса Навина, первосвященника, стоящего перед ангелом Господнем, и сатану, стоящего по правую руку от него, чтобы противостоять ему. Он был человеком, поклоняющимся Богу, и говорится, что этот человек, Иисус Навин, стоял там перед первосвященником, поклоняясь Господу. И сатана стоял по правую руку от него, чтобы противостоять ему. Дьявол был прямо там, сопротивляясь и причиняя ему боль. А если ты пойдешь и прочтешь всю историю целиком, то найдешь ее в третьей главе книги пророка Захарии. И вот они сняли с него грязные лохмотия и надели на него одежды Божьей праведности, и дьявол вообще не смог до него достучиться. Будь святым в Боге, и брат, дьявол не сможет до тебя добраться. Когда ты полностью отдаешься Богу, и твои интересы связаны с Богом, и твоя жизнь основана на Боге, ты в безопасности, и тебе лучше верить в это. Мы все равно агрессоры. Иисус сказал в 16 главе Евангелия от Матфея, что врата ада не одолеют мою церковь. Так вот, мы не сидим в каком-то здании и не говорим, держите оборону. Мы не верим в то, что нужно удерживать фору. Мы верим в то, что нужно разбивать их в гребезги, разрушать их и сбрасывать вниз, и встречаться с дьяволом на поле боя и преследовать его, преследовать его в его логове, крепость, а затем штурмовать ворота. В Библии сказано, что врата ада не одолеют, и поэтому у него нет места для победы. Ему негде спрятаться от населения. Бог призвал нас быть агрессорами. Он не призывал нас быть ответчиками. Мы не защищаем веру. Эй, брат, я не нуждаюсь в защите. Выйди и воспользуйся этим. Сила Божья присутствует и доступна прямо сейчас, чтобы сокрушить все силы врага. Мы имеем дело с ветхозаветной ситуацией, когда дьявол причинял вред людям от начала времен и не только во времена Иисуса, и не только сегодня, но и во все времена. Это отличная идея, которую мы используем. Обратись к книге пророка Исаии, и в восьмой главе книги пророка Исаии мы начнем читать со стиха 19. Там говорится, и когда они скажут тебе, это потрясающе, ты знаешь, здесь нас было около 700 за много лет до рождения Иисуса. И вот люди так сильно преследуют дьявола. Бог хотел привести Мессию, чтобы спасти мир, и великий пророк Исаия, под действием силы Святого Духа, произносил эти слова, когда они скажут тебе, обратитесь к тем, у кого есть знакомые духи. Сегодня здесь есть люди, я собираюсь рассказать тебе. Они говорят, давай, узнай что-нибудь о завтрашнем дне. Давай, ты можешь поговорить со своей бабушкой там, на том свете. Тебе лучше быть поосторожнее с этим. Это обманчивая штука. Ищи тех, у кого есть знакомые духи. При волшебниках, которые подглядывают, да, это почти все, что они делают, подглядывают и бормочут. Это звучит в точности, как у них. Тебе следовало бы побывать на одном из таких сердцев. Бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла. Вот и все. И я их видел. Я видел их в языческих землях, и именно так они звучат. У Бога все так, как надо. Пищат и бормочут. И там говорится, разве люди не должны стремиться к Иегове? Разве это не удивительно? Зачем тебе ввязываться в такую неразбериху, как общение с духами и колдунами среди нечестивых и грешных людей, которые даже сами себе помочь не могут, понимаешь? Почему бы тебе не обратиться к Богу и Иегове, Творцу? Ты знаешь, что говорили мне язычники? Они сказали, вот здесь мой Бог. Но он говорит, что теперь где-то там есть Большой Бог. Там есть очень Большой Бог, но я его боюсь. Я его боюсь. Поэтому я говорю этому Богу, чтобы он пошел и поговорил с Большим Богом за меня. Я сказал, разве это не удивительно? Какой же дьявол-обманщик, если говорит этим людям, что если вы будете поклоняться ему, он доберется до Большого Бога ради вас? Он не в ладах с Большим Богом. Он не может связаться с Великим Богом ради тебя. Он потерял Великого Бога. Он никогда его не получит. Тебе придется обратиться непосредственно к Великому Богу, чтобы Он избавил тебя от грехов и сломил силы дьявола. Говорит, разве людям не следует обратиться к Богу, Элохим, могущественному Богу, всемогущему Единому? В законе и свидетельстве говорится, что если они говорят не в соответствии с этим словом, если эти подглядывающие и бормочущие говорят не в соответствии с ним, это потому, что в них нет света. Тебе лучше поверить в это. В колдовстве нет света. Во всех видах оккультизма нет света. То, что они должны пройти через это, едва ли будет лучше, если они будут голодны, и случится так, что когда они будут голодны, они посмотрят на землю и увидят беду, тьму и смутное страдание, и они будут изгнаны, и они будут изгнаны во тьму. Далее Бог говорит в 19 главе книги Левит и 31 стихе, «Не обращай внимания на тех, у кого есть знакомые духи, и не ищи колдунов, чтобы они не осквернили тебя, ибо я Господь, твой Бог». А ведь это было еще во времена Моисея. А первый раз это было еще во времена Исаии. И поэтому люди, которые знали Бога в те дни, должны были продолжать убеждать людей не слушать Его. Дьявол силен. Сегодня он силен. Доски для спиритических сеансов, гадания на картах Таро, созерцание кристаллов, всевозможные ухищрения, чтобы отвлечь людей от живого Бога. Прямо сейчас миллионы американцев находятся вдали от живого Бога. И они нуждаются в наставлениях и помощи. И возможно ты пытался воспроизвести свои записи Битл задом наперед и получить какое-то послание. Сообщение о чем? Послание из Ада? Ты хочешь получить сообщение из Ада? Тебе лучше поднять глаза и сказать живому Богу, «Я взываю к тебе. Я умоляю тебя помочь мне. Я умоляю тебя помочь мне». Поговори с тем, кто знает, что делает. Поговори с живым Богом, с Богом славы, с Богом спасения. Он единственный, кто может спасти в этот момент Великого Перехода. Этот мир переживает большие перемены. Нас переносит в зону, надвигающуюся на нас греческой скорби, а после этого наступит пришествие Господа Иисуса Христа, который будет править на этой земле тысячу лет. В мире происходят огромные перемены. Сейчас трудные времена для того, чтобы мыслить здраво. Сейчас трудные времена для того, чтобы понять, что делать. И только Слово Божье, только Библия может показать тебе, что делать в такие времена. В такие времена Бог хочет показать тебе, как ты можешь жить в соответствии с тем, каким ты должен быть. И поэтому Бог предупреждает свой народ через своего великого пророка Исаию, через своего великого пророка Моисея, Бог предупреждал свой народ, не гонитесь за подобными вещами. И в 17 главе книги Левит и 7 стихе Бог далее предупреждает их, говоря, и они больше не должны приносить свои жертвы дьяволам. Разве это не удивительно? За кем они охотятся? Это будет вечным законом для них на протяжении всех их поколений. Для меня удивительно, что в такой стране, как Англия, вы знаете, могут быть те, кто перевел Библию, и те, кто передал Библию миру. Что сегодня такой очень небольшой процент из них когда-либо посещал церковь. Христианская церковь. Они отказались от религии своих предков. И что во Франции они дали начало гугенотам. Эти могущественные христиане приехали в Америку, отправились в другие страны, полные Бога, любви и благословений, чтобы Германия могла дать жизнь Моравам и Мартину Лютеру, и стать сегодня нацией, которая говорит, что нам не нужен Бог, мы не хотим Бога. А как насчет твоего источника информации там сзади? А как насчет того, откуда ты пришел? Люди, которые уважали Бога, разве они ничего не значили для тебя? Они создали нацию, которая сейчас существует. Они сделали ее такой, какой она была. Эпоха Возрождения породила высочайшие формы искусства и мысли. Неужели все это было напрасно? О, пусть Америка, пожалуйста, не отворачивается от Бога. Пожалуйста, держи воздушные пути открытыми, чтобы мы могли говорить со всей нацией, чтобы мы могли умолять ее. Так же, как Моисей умолял людей, не приносите жертвы дьяволам. В этой стране есть люди, которые поклоняются сатане и приносят жертвы сатане. В этой стране миллионы людей играют со всевозможными гаджетами, которые связаны с эфирным миром и с тем, что находится вне тела. И там, снаружи, это не свято, это не чисто, это не от Бога, это не от Бога. Это пришло не от Бога. И я должен предупредить тебя, пожалуйста, примирись с Богом. Твоя надежда на Христа, твоя надежда на чистоту Библии, твоя надежда на чистоту семьи, на семью, в которой есть дети, любящие Бога и служащие Ему. Надежда нации, надежда нации заключается в том, что мы выступаем против сатаны, обличаем его, даем ему отвор и приказываем ему взять свое. Уберите руки от Божьего народа, и мы поверим Богу, что вы свободны. Просто сиди смирно в этой комнате и не вскакивай, не бегай вокруг своего стула и не расстраивайся. Иисус освободит тебя. У него есть вся сила, все могущество и вся власть, чтобы освободить тебя. Мы хотим, чтобы ты обрел его божественную свободу благодаря его могучей силе. Он сам этого хочет. Он готов это сделать. Так вот, именно об этом говорится в книге Левика. Теперь мы обратимся к первой книге Царств, в главе 22, если у тебя там есть Библия, к стиху 22. Это первая книга Царств 22, и в стихе 22 говорится, Господь сказал мне, чем? И он сказал, я выйду вперед и вложу дух лжи в уста пророков. И он сказал, что ты должен убедить его и тоже одержать его. Иди вперед и сделай это. Так вот, вот, Господь вложил дух лжи в уста этих пророков, и Господь изрек о тебе зло. Но Сидейкия, сын Хиненофа, подошел ближе и ударил Мекию по щеке и сказал, в какую сторону отошел от тебя дух Господень говорить мне такое? В стране Израиля царило состояние абсолютной неразберихи. Разве не удивительно, что она когда-то знала простоту и истину Бога Иегова при Давиде и Соломоне? И Бог открыл себя таким могущественным образом. И вот они оказались в состоянии демонического замешательства, не зная, у кого есть бесы, а у кого их нет, и кто может изгонять бесов, а кто не может изгонять бесов, и куда делся дух? Разве это не было умно со стороны короля дать пощечину пророку и посмотреть, в какую сторону от тебя ушел дух? Видишь ли, это просто показывает тебе, как глубоко мы можем провалиться в дьявольские ямы. А теперь, соседи, пришло время для вас, для меня и для всех наших граждан быть предупрежденными и вооруженными. И если мы будем вооружены и предупреждены заранее, то сможем одержать любую полную победу. Мы не отдадим эту нацию дьяволу. Мы не отдадим ее спиритизму. Мы не отдадим ее существам из космоса. Все ваши фильмы, вся ваша порнографическая литература и прочий хлам привлекают людей из космоса. Это открытый космос. Они привозят сюда духов демонов, демонических духов. Вот что они привозят, чтобы ты привык к ним. Ты привыкнешь к демоническим духам еще до того, как они начнут овладевать тобой. Давай избавимся от всей этой неразберихи во имя Иисуса и позволим Иисусу освободить нас.